Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ровно 25 лет назад, 6 декабря 1991 года, Верховная Рада Украины приняла закон, проголосовала сразу в первом чтении закон про сбройные силы Украины. И с того времени 6 декабря стал праздничным днем. Сначала только, наверное, для самих армейцев, хотя и воспринимался определенное время тоже неоднозначно. Это было понятно, потому что переход от советской армии к украинской давался очень сложно. Давался настолько сложно, что через некоторое время возникли вопросы, нужна ли Украине вообще армия. И, как показывала жизнь, руководство вооруженных сил, руководство государства предыдущие делало все для того, чтобы армии в Украине не было. И только военные действия на востоке нашей страны, незаконная аннексия Крыма, привели к тому, что армия сегодня изменилась. Это правда, потому что я знаю и ту армию, вижу сегодняшнее ее состояние. Не все сразу, о чем-то еще мечтается, что-то еще не получается. Тем не менее, достигнута главная армия в Украине есть, армия боеспособная. Какие качества украинской армии цените больше всего вы, уважаемые телезрители? Давайте вместе с вами в течение практически часа, полутора часа, мы будем определять этот интерактивный опрос. И в итоге подведем черту под голосованием. Итак, какие качества украинской армии вы цените больше всего? Боеспособность и профессионализм, патриотизм и верность присяге, или героизм и отвагу. Это вот три составляющие той армии, которую мы любим, ценим и гордимся сегодня. Ну, естественно, поздравляем. Чуть позже, буквально через несколько секунд, я представлю моих гостей в этой студии, действующих офицеров и наслужащих. Но сейчас поздравление Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко. Причем это поздравление Верховного записано, ну вот правда скажу, да, там, как говорят эксперты, метров 500 где-то было до передних позиций. И, ну, надо отдать должное президенту. Вот встречать вместе со своей армией в окопах День вооруженных сил, это правильно, это хорошо, так должно быть. Президент Украины Петр Порошенко. Я от чёрного сердца всех приветствую с 25-го ручницей Збройных сил Украины, именно здесь, на переднем рубеже украинской обороны, вместе с украинскими героями, которые сегодня выполняют важную миссию в государстве. Боронят нашу свободу, боронят нашу независимость, боронят нашу суверенитет. Я пишусь быть среди них. Я пишусь, что у нас есть такие Збройные силы. Я пишусь тем, что мы построили за эти два с половиной года. Великое спасибо всем, кто докладывался за эти два с половиной года до строительства новой армии Украины. Слава Украине! Вероям слава! Я напомню, что Верховный Главнокомандующий, президент Украины Петр Порошенко, поздравлял военнослужащих украинской армии на переднем крае. А непосредственно в день годовщины, в день юбилея Вооружённых сил Украины, Петр Порошенко об этом, кстати, сообщил в социальных сетях, он вручил золотые звезды героев Украины родственникам погибших Андрея Снитко и героя Украины Сергея Табалы. Андрей Снитко спасал своих побратимов под Иловайском, накрыл собой гранату и спас таким образом своих сослуживцев. Ну, Сергей Табала героически погиб в Донецком аэропорту как раз во время обороны этого стратегического объекта, того самого объекта, который назвали украинским Сталинградом. Хочется уйти от штампов, это был не Сталинград, это был наш Донецкий аэропорт. Вот в Украине появилось еще два героя Украины, правда, к сожалению, посмертно. Ребятам было всего 18 лет. Возвращаемся в студию, мы говорим о том, чем живет армия сегодня, как встречает свой юбилей, и, конечно, будем поздравлять наших героев. Игорь Жуйков, заместитель командира радиотехнической бригады воздушного командования ЮГУ Вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Игорь. И Олег Артеменко, заместитель командира зенитно-ракетного дивизиона в работе с личным составом, участник АТО, еще один герой нашей программы. Вот давайте так, об эмоциях, наверное, сначала все-таки, потом перейдем плавно к учениям, которые мы тоже тут и рекламировали, и аплодировали украинской армии, в том числе и вам, как участникам учений. Какие эмоции у офицеров, военнослужащих вообще вызывают вот такие действия Верховного? Я сейчас не о том, что надо похвалить президента. Упаси Боже. Я о том, чтобы вы, как солдаты, оценили именно такой подход Верховного к действующей армии, к армии, которая сегодня воюет, защищает Украину. Игорь. Да, действительно, приятно, чтобы сказать, что президент, как Верховный командующий, не в кабинете, не біля штандарта своего, а действительно с хлопцями, которые находятся там, на передовой, это, в первую очередь, им, чувство того, что президент с ними и за них. И то, что про них думают, в первую очередь, не передали грамоту какую-то, а он сам приехал и приветствовал. И я, ну, я уверен, в том, что это показали приветствия президента. Сколько там отримали хлопця тих нагород, та просто рукопожаття президента, он будет вспомнить это... Еще до того, чтобы были телефонные звонки на передвигу до телефонового президента. Да, будет вспомнить тот солдат все життя свое, что ему подякнулось за службу, особенно президенту Украины, Верховного командующего. Это, ну, я считаю, виха для самого солдата, будь-хто офицер, ну, даже и офицер он, тот же солдат. Действительно, так скажу, что, ну, сталося так, мабуть, что служба моя в Збройных силах, вона есть. Это те же 25 лет, который, в 91-м, призвался курсантом. Вот на сегодняшний день 25 лет отслужил, отслужил свой юбилей, мабуть, проходжения службы. 25 лет. Так, когда он был молодым, юнаком, лейтенантом, он мечтал дослужиться до 20, и, думаю, так, как вы сказали, 20 лет, молодым может освободиться на пенсию, но сейчас поменялись ориентиры. Трошечки. И эти 25 лет, что служишь, действительно, бачишь, те изменения, которые есть, их чувствуешь на себе. Главное, чувствуют и родины офицеров, родины военнослужащих, и те, как проходят эти изменения. Конечно, легче для родин, для офицеров не станет. Потому что, что завдания, которые есть, они ускладываются тей интенсивностью, интенсивностью, в первую очередь, боевой подготовки, которая проводится, и, по-далее, по-далее, да, сюжеты по цих навчаниях. Если раньше мы, так, проводились навчания, но они, где больше, были на картах. Мы плановали, там, что-то, малювали, делали бумаги, как выявилось. Дуже велика была перерва своего часу. Я, насколько я памятаю, останні полковые тактичные навчания с боевой стрельбой были, в Збройных силах, в 97-м году на широком лане. И потом была очень большая перерва. Потом уже начали подключаться все-таки до навчания. Инші частини сьогодні интенсивность, насколько мне известно, очень высокая. Не враховуючи події на Сходе, там, на фронте. Я, наверное, за этот год, за 2016 год, не скажу, сколько, но месяца не было, чтобы десь куда-то у нас окремые подраздели не выдвигались на какие-то навчания. Это вот мы с зенитно-ракетными войсками не можем, наши завдания повязаны. Мы за обеспечением дии зенитно-ракетных войск, зенитно-ракетные войска, отримывая от нас информацию, выполняют свои завдания. И каждого месяца практически в какой-то подраздел кудись выдвигается, что-то выполняет практичные заходы. З этого часу ранее мы заздрили сухопутным войскам, потому что у них, как сказали, техника, для них автомобили главное, чтобы они ездили и переверялись. А у нас, если старая в этом году и в прошлом году отримали лишь наша бригада шесть новых зразков радиолокационных станций, которые уже принимали участие в навчаниях, обеспечивали выполнение завданий зенитно-ракетными подразделами, наведение в том числе и комплекс Пеликан, насколько я понимаю, да? Так, в том числе это крайнее то, что отримали. И уже залучаемое донесение боевого чергования. И показала она себе, что та информация, которую выдают, по всех высотах, ну, доброе себе. Мы сейчас дейсно за несколько хвилин поднимемся навчания, буквально невеличкий такий відеоролик. Олеже, до вас будет запитание, то, о чем говорит Игорь. Как особовый склад сприймает то, что такая интенсивность боевого подготовки, да? Когда мы все помнимо, в тот час сказали про армію. Ну, по-перше, армію не поважали в державе. Это была правда. На жаль, величезная правда, когда офицеры говорили, лучше, нехай армію, как говорят, зачиняют на ключик, ключик викинуть, и на этом все закинчится. И паркани фарбовали, и все, и все, да? Вот эти стереотипы, на жаль, но они действительно были, и так было. Как сегодня особовый склад сприймает интенсивную боевую подготовку и взагалі, а події на Сходе в том числе? Багато хто уже пройшел фронт, пройшел в зону антитерористичної операції. Значит, ну, дейсно, держава взагалі повернулася участие с боевой стрельбой мы выполнили в 2010 году Чауда, это Крым. Сейчас он анексованный, поэтому фактически стрельбы мы не выполнили, практичные стрельбы с боевой стрельбы. Сейчас нашли возможность... Я был на техночанях, поэтому, знаю, спостерегал за вашими діями. Нашли возможность и это навчание провели за последние 6 лет вперше. Причем мой дивизион в жовтні отримал с Укроборонсервису повністю відремонтовану анновлену техніку повністю и фактически через месяц или немного больше мы выполнили марш и если, кажучи, три года назад командиру сказали бы, что надо выполнить марш 500 км, то командир бы выполнил задачу, но это было очень-очень тяжко. Сейчас мы прошли ну, не 500, почти 400 км, техника дойдет, тяжелая техника, боевая техника дойдет, выполнила завдания и вернулась в пункт постельной дислокации. Это первое. Другое. Значит, хлопцы, обычные, значит, військовослужбовцы за контрактом. У меня на дивизионе 97% комплектованности сроковой службы нема взагалі. То есть все контрактники. Действительно, им подобается та интенсивность навчань, а я подтверждю, значит, слова полковника Жукова, что интенсивность навчань дуже висока, 15-16-й год, щомесячно мы выполняем какие-то завдания, какие-то навчания и так далее, и так далее. Значит, подобается боевая подготовка, держава гроши выделяет, и військовый солдат становится действительно профессионалом. И бойовый дух есть у каждого. На чем базуется бойовый дух, про который мы говорим? Вот так, если коротко, что люди между собой как спелкуются, это понимание то, что действительно необходимо защищать батьковщину, семью, в том числе, конечно, каждый думает про это. Или что-то что-то, что говорят, что с молоком матери приходит до человека? Виховывается, мабуть, вы на начале сказали, по опитыванию, что важнее для украинской армии? Все важнее. Патриотизм або героизм? А какой может быть героизм без патриотизма? Если человек понимает, эти партия, они, ну, ризно приходят, да, сейчас там, по мобилизации, або ж на військовую службу за контрактом, от 18-ти годов и до, ну, на контракт до 40-ка годов, да. Ризные стереотипы, уже какие-то уподобания, по-різному мислять. Але головное, что намагаемо, и разумие, цей солдат, 18-ти ричный, або ж 40-ка ричный, да, что защищаемо Украину. Это не абстрактное какое-то понятие. Защищаемо Одессу, это Украина. Их родина, это Украина. И хлопцы стоят там на передовой, на территории Донецкой, Луганской области, потому что они любят эту Украину. На жаль, те, кто с того боку, мабуть, ненавидят. Ненавидят те, что у нас квитает, те, что у нас есть наши песни. Ну, чему-то так. Хотя ранее я не мог, долго не мог збагнути, чему-то так. Сам не стидаюсь того, да, я росіянин за национальность. Батько мой мій росіянин, мать и украинка. Але это життя было таке. Да, я росіянин, я вольно разговариваю, мені зараз легче разговаривать українською мовою. Это, до речи, до умовного вопроса. Нияких розділення такого, чтобы там, росіянин не может займати какие-то определенные посадки, как оно колись было в радянской армии. До речи, было, это действительно было. Если евреи, то больше, чем командир роты, ты дальше, ну, потому что так оно. Это действительно было, я говорю, одни изображений на фронте, когда російськомовных солдат увидели, в плане того, что их было наиболее, чем украиномовных. Это 2014 год, червень, липень 2014 года. Сейчас так же у нас национальный склад наших солдат, специфика райотехнической бригады, что у нас управление Одессой, одесская райотехническая бригада, но подраздели от Измаила, из Румунии, и до кордона с Крымом. А Крым и в Бесарабии у нас там и болгари, и гагаузы, и здесь по Подильску. Но все украинцы, все понимают, чему они служат. Звичайно, сыграла не остальную, а, возможно, не решальную роль десь подвищение грошового обеспечения, то есть обеспечения социального пакета для військовослужбовца. Когда он уверен, что отримущее грошовое обеспечения десь его дружина может спокойно доглядать за детьми, вона не будет переживать, за что она будет харчовать себе детей. Військовослужбовцы за контрактом забезпечить безкоштовным харчуванням обид, если он желает, або требует компенсации за это. Поэтому хлопцы уверены, что сейчас не могу сказать свято ЗСУ это не только хлопцы. В наших подразделах 30%, а то и больше виконуют завдания по несению бойового чергования с протиповиторно-оборони жінки. Я вам скажу больше. Фактаж говорит про то, что нині в ЗСУ майже 50 тысяч військовослужбовцев это саме жінки. В зоне АТО их очень много. Давайте повернемося до боевого подготовки. Сейчас небольшой видеоролик мы поднимемся про самих навчанья. Это то, что можно спостерегать безкогеночно. Дивиться на воду, как горит полумья, как проходят військовые навчанья. Просто дивиться и насолоджуйтесь. Все, что могу сказать. Давайте поднимемся. військовослужбовцев Поехали. Військовослужбовцев Украиня Украиня Вот так у том числе живут Збройные силы Украины Если коротенько, про учения. Что самое главное удалось достигнуть в этих учениях? Кроме того, что и политически, и из воинской точки зрения все удалось с СССР показать. И в том числе, это правда, где найти и святую, что армия есть, живая и развивается. На мою думку, самое главное, это то, что этими не тактичными учениями показали, что армия боязнадна. Боеспособна, боязнадна, может выполнять боевые задачи. Значит, мы пускали восемь пусков, восемь у нас на «Видминно». Согласная оценка начальника генерального штаба главнокомандующего, зборных сил генерала Муженко – оценка «Видминно». Восемь пусков, восемь на «Видминно». Самое главное – это боязнадность. Ну и так по секрету, российские самолеты где-то наблюдали на стороне. И мы их наблюдали, и они наблюдали, окружились. Вы при этом так посмехаете? Вы что, удовлетворенность от этого получили? Ну, я особисто так, я уже не приховываю. Ну, гордость появляется, что мы… И пусть боятся, друзья-россияне. Игорь. Игорь. Ну, действительно, главное – это то, что мы способны выполнять боевые завдания, и доводимы этими стрельбами, и передними стрельбами, и это з зенитно-ракетных комплексов. И, конечно, гордость за наши зенитно-ракетные войска, потому что мы обеспечиваем радиотехнические войска. Мы не стреляем, мы обеспечиваем, а лишь гордость за то, что мы… … то, что… У нас есть сообщество. Это объемная работа. Как вы указали… Визначили… Необъемно обеспечивали эта информация. Вы назвали… Приятно. Приятно чувствовать себя cuidанное государство. И, что… Ну, снова-таки, вернутишись до Верховного командующего… … их оценка. Верховного командующего, об отношения Генерального штаба, Министра обороны, их оценка нашей деятельности… Не только то, что в начале 2014 года выяснили, что негатив какой-то. А сейчас мы способны и можем показать больше позитивного в армии. Конечно, проблемы остаются по обеспечению и по социальным моментам. Но эти стрельбы, это то, что ракета пошла, не упала, все старое, все способны стрелять, все способны выполнять завдания и убивать. Мы мирные люди, и украинцы. У нас сухие, и стрелять мы тоже умеем. До речи, на фоне этих учреждений вдалеку, слава богу, происходят события украинских агресоров, когда адмирал Кузнецов и падают літаки. Кажут, что СУ – это «Слава Украине». Такая аббревіатура у российских літаков. Жартуют, мабуть, но все-таки очень приятно. Давайте послушаем начальника генерального штаба, пана Муженко, что он говорил про ці навчанья. Хай долучается тоже до нашего эфира. Слушаем. Еще раз подтвердили, что вооруженные силы сделали сильный шаг в плане повышения боязненности и набутя соответствующих способностей по защиту своей государственной. Вот этот лозунг, который перед вами – «Повытряные кордоны Украины недоторканы». Сегодня как раз был подкреплено реальностью. Скажите, куди пускали ракеты? Потому что появилась информация о Российской Федерации, которая говорила, что будут пускать на Крим и их будут сбивать. Ракеты на Крим не пускали. Пускались в межах заявленного района, в межах территориального вода и повытряного простору Украины. Какую реакцию с боку Криму видно было? Видно было. Літаки были, корабли стояли. Те, какие слеткували за этими пусками. Я думаю, что они тоже впевнились в том, что действительно противовытряная оборона Украины на сегодняшний день надеяна. Если можно что-то дать до комментариев начальника Генерального штаба, что именно эти ракеты и эти подраздели в ближнем будущем будут стоять и где-то на охране рубежей украинских уже в Криму. Я на это очень надеюсь. У нас остается буквально хвилина до закінчения эфиру. Сегодня святковый день, 25 лет. Звертайтеся до своих родных, близких, звичайно, до співслужбовцев и говорите те, что сегодня хотелось бы побажать и сказать. Давайте по черту. Шановные военнослужбовцы, я уже своим подлежным солдатам сказал им слова желания, но еще раз, еще раз я хочу побажать в первую очередь витримки. Потому что она им нужна, витримка службы, строковикам, дочекаться. Батькам, чтобы ждать своих сынов. И сподевались, знали, что пока их сыны, именно их сыны, носят эти формы, они могут спать спокойно. И мы для этого служим, чтобы защищать своих родных. Чтобы моя дочь, друга, наши дети спали спокойно. Пока мы носим эту форму. И мы уверяем, что небо Одессы, небо певдня Украины, пока мы выполним эти задачи, будет и есть в надежных руках. И будет мирным, чистым. Так оно и будет буквально очень коротко. Да, значит, немного реклама. За подсумками навчан, за подсумками основного. 160-та Одесская военнослужбовая бригада, я пишусь этим, заняла первое место. Это лучшая часть военнослужбовательных сил Украины. Ну, в некоторых моментах, благодаря співпраце. Само Одесская. 160-та Одесская военнослужбовательная бригада. Это лучшая часть военнослужбовательных сил. Тому, дорогие співпраце, вы становитесь действительно профессионалами. Бажаю через 25-ю лечницю вам мощного здоровья, наснаги, вытремки. Ну, всего самого найкращого. Дуже вам дякую. Интерактив. Какие качества украинской армии вы цените больше всего? Боеспособность и профессионализм. Об этом говорят 17% телезрителей. Патриотизм и верность присяги – 17%. Героизм и отвага – это уже как следствие двух предыдущих ответов. 66% соответственно. Спасибо, что были с нами. Вам удачи, здоровья и возвращайтесь все живыми. А вечер украинской армии на 7-м канале продолжается в прямом эфире. Буквально через несколько минут. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова